Что такое ВИЧ-инфекция? ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, на фоне чего развиваются различные болезни. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Как ВИЧ может проникнуть в организм человека? Половой путь – при любых незащищенных сексуальных контактах. Вертикальный путь – от ВИЧ-положительной матери к ребенку. Парентеральный путь – через кровь. Статистика. По состоянию на 2021 год в России проживают более 1 528 300 инфицированных. 70,5% состоит на диспансерном учете. По мнению академика Вадима Покровского, эта цифра составляет только 70% от реального количества людей, живущих с ВИЧ в России. ВИЧ не передается бытовым путем при использовании общим туалетом, душем, посудой, постельным бельем, при плавании в бассейне, любом водоеме, при посещении бани, сауны, при занятиях спортом, в том числе при занятии контактными видами спорта, такими как борьба, бокс, совместном пользовании тренажерами, при совместном проезде в общественном транспорте, разговоре, рукопожатии, кашле, чихании. Также через еду, приготовленную ВИЧ-положительным человеком, через укусы насекомых, животных, при поцелуях, при уходе за больными с ПИДом, с соблюдением гигиенических правил, при совместном обучении в школе, в УЗИ и при посещении детского сада. Сколько раз необходимо сдать анализ на ВИЧ? После рискованного контакта анализ сдают три раза, через три месяца, через шесть месяцев, через двенадцать месяцев. В целях профилактики анализ на ВИЧ необходимо сдавать ежегодно. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ведение здорового образа жизни, соблюдение личной гигиены, отказ от наркотиков, разумное ведение сексуальной жизни и обязательное использование во время полового акта презервативов. Пользование только личными, косметическими или гигиеническими принадлежностями. Не наносить татуировки и пирсинг, не прокалывать уши, не делать маникюр-педикюр вне специализированных учреждений. Не стесняйтесь убедиться в стерильности инструментария при обращении в клинику или в салон красоты. Своевременное обращение к доктору при подозрении на заболевание. Регулярно проводите тестирование на ВИЧ. Единственный способ не заболеть ВИЧ-инфекцией – это предохранить себя от возможности заражения.